Здравствуйте, студенты! Сегодня вы на лекцию узнаете новое о микробиоте тела человека, поймете, что такое микробиом, и узнаете о его роли в диагностике различных заболеваний. Сейчас мы сталкиваемся с меньшим количеством страшных инфекционных заболеваний, таких как холера, но проблема в том, что мы утратили контакт с микробами, которые развивались вместе с нами, и без которых наша иммунная система не может должным образом функционировать. Или же мы просто утратили или случайно убили большие количества важных микроорганизмов, например, бесконтрольно используя антибиотики. Это создает современные проблемы, такие как аллергия и аутоиммунные заболевания. Наша задача – постараться возвратить хотя бы часть старых друзей. Почему же мы говорим о диктатуре микробиома? Да потому что мы открываем все новое и новое о микробах и понимаем, что они оказывают огромную роль в нашей жизни, хотя подчас мы этого и не понимаем. Давайте вернемся немножко к истории и вспомним, что изучение все-таки микробиологии началось с Антони Ван Левенгука, который обнаружил микроорганизмы в фекалиях и выдвинул гипотезу о совместном существовании различных видов микроорганизмов в желудочно-кишечном тракте. Далее Луи Пастер создал теорию о функциональной роли бактерий в процессе пищеварения. Роберт Кох разработал методику разграничения болезнетворных и полезных микроорганизмов. Мечников же обосновал теорию о том, что в кишечнике человека обитает комплекс микроорганизмов, оказывающих на организм аутоинтоксикационный эффект. Ну а немецкий ученый Нисли впервые ввел термин дисбактериоз. Уголев же дал второе дыхание учению о кишечной микрофлоре. Так каковы же современные понятия микробиома? Микробиота или нормальная микрофлора – это дополнительный, виртуальный, многоклеточный метаболически активный орган, самовосстанавливающийся при изменениях, вызванных внешними факторами. Микробиота – это собирательное название микроорганизмов, находящихся в симбиозе с организмом хозяина. В отличие от микробиота, микробиом – это состав микроорганизмов, включающих их генетическую характеристику. То есть микробиом подразумевает совокупность не только самих микроорганизмов, сколько всех микробных генов, оказывающих влияние на среду, в которой они существуют. Как же с позиции современных положений рассматривают микробиом? Чем он отличается от микробиоты? Термин «микробиом» был впервые внедрен не так давно, в 2001 году, для обозначения коллективных геномов микробиоты. Интересный факт, что микробиом каждого человека уникален и содержит в десятки раз больше клеток и в сто раз больше генов, чем собственных генов человеческого организма. Вес микробиома зависит от массы тела человека и составляет от 1 до 3,5 кг. Другой интересный факт, что 10% клеток, входящих в состав человеческого организма, являются собственно человеческими клетками, а вот остальные 90% принадлежат бактериям, населяющим различные биотопы человека. Микробиоты – своеобразный орган, высокоорганизованная система, реагирующая качественными и количественными сдвигами на динамическое состояние организма человека в различных условиях жизнедеятельности, здоровья и болезни. Давайте остановимся с вами на некоторых общих характеристиках микробиоты. И первое – это формы симбиоза. Я привела здесь некоторые. Это мутуализм. Это взаимовыгодные отношения. Микроорганизмы, питаясь за счет хозяина, приносят ему пользу. Например, синтезируют витамины, участвуют в пищеварении. Далее – это комменсализм. Характеризуют такие отношения, когда микробы используют другой организм без вреда, но и без выгоды для последнего. Например, бактерии питаются слущенным эпителием. Следующее – это паразитизм. Такая форма приспособления, когда партнер-паразит использует партнера-хозяина как среду обитания или как источник пищи, нанося определенный вред организму-хозяина. Паразиты могут быть облигатными и факультативными. Виды микробиоты. Как вы знаете, существует два вида. Это облигатная и факультативная. Синоними облигатной микробиоты являются постоянная, резидентная, индигенная или аутохтонная. Это именно та микробиота, которая закономерно встречается в организме человека. Факультативная микробиота. Синонимами ее являются случайная, транзиторная, аутохтонная. А вот ее состав зависит от поступления из окружающей среды и состояния иммунной системы. Бактерии не распределены по телу равномерно. И плотность, и состав микробного населения различаются от одного органа к другому настолько, что микробные сообщества могут быть разными даже на пальцах правой и левой руки или на зубах и в слюне. Давайте посмотрим процентное распределение микробиоты в организме человека. Наибольший состав микробиоты приходится на желудочно-кишечный тракт. Далее примерно равномерный процентаж отдается дыхательным путям и коже. И наименьший процент приходится на урогенитальный тракт. Значение микробиоты в организме человека Это обеспечение колонизационной резистентности, неспецифической резистентности, способствование организации созревания и функционирования иммунной системы. Микробиоты участвуют в пищеварении, водно-солевом обмене, детоксикации метаболитов, обмене белков, углеводов и жирных кислот, а также продуцируют антибиотики, витамины и токсины. В функции нормобиоты Ферментопродуцирующие Например, вактобактерии нейтрализуют действия фенольных ферментов, поддерживающих разрастание раковых клеток в кишечнике, препятствуют развитию ракомолочной железы. Бактериальные протеазы гидролизуют белки и пептиды, да и минокислоты пептидных остатков. Микроорганизмы принимают участие в метаболизме азот и углерод, содержащих соединений и липидов. Метаболизм мочевины в кишечнике происходит за счет микробных уреаз. Они влияют на холестериновый и билирубиновый метаболизм за счет участия в рециркуляции желчных кислот, усиливают перистальтику кишечника, поддерживают водный, электролитный и кислотно-щелочной баланс. В чем же заключается синтетическая функция? Бифидобактерии синтезируют витамины группы В, аминокислоты, никотиновые, фолиевые кислоты, тиамин, биотин, цианкобаламин, а также аминокислоты и белки, обеспечивающие их всасывание. В актобактерии образуют молочную кислоту, лизоцин, ликолин, низин, ацидофилин, а кишечная палочка способствует синтезу иммуноглобулинов. Защитная функция. Защита от колонизации кожи и слизистых от патогенных бактерий. Конкуренция с патогенной флорой за аргинин, тианин, аспаргиновую кислоту, серин, а также область питания. Иммуногенная. Бифидобактерии стимулируют синтез антител к авальбумину. В актобактерии повышают активность фагоцитов и лимфоцитов. Повышение численности бифида у актобактерий ведет к снижению воспалительных процессов в кишечнике, увеличению числа Б-лимфоцитов в периферической крови. Усиление фагоцитарной активности макрофагов, моноцитов, синтез цитокинов и иммуноглобулинов, стимуляция клеточных иммунных механизмов защиты – это также иммуногенная функция. Таким образом, благодаря определенным функциям микробиоты она оказывает основные эффекты на человека, приводящие к увеличению качества жизни и продолжительности жизни. Они включают в себя виды обмена, пищеварение, детоксикацию. Интересный факт, что микробиоты влияют на интеллект, психоэмоциональные функции и, конечно же, на иммунитет. Интересный факт. Как же живут микробы в нашем организме? Они образуют биопленки. Биопленки представляют собой дифференцированные группы микроорганизмов, расположенные на поверхности раздела фаз, погруженные во внеклеточный полимерный матрикс. Взаимодействие между различными видами микроорганизмов в мультивидовых биопленках способствует выживанию и росту биомассы одного или нескольких видов. Микроорганизмы в составе биопленок выживают в присутствии биоцидов, а также в неблагоприятных условиях. Биопленки являются формой микробных сообществ, фиксированных на различных абиотических и абиотических поверхностях. На первом этапе происходит адгезия или сорбция микроорганизмов к поверхности субстрата из окружающей среды. Второй этап заключается в окончательном прикреплении клеток к поверхности и называется фиксацией. На третьем этапе образуются микроколонии, отдельные скопления адгезированных клеток. На этой стадии клетки активно делятся, а выделяемый ими матрикс удерживает вместе всю колонию. И, наконец, микроколонии сливаются и образуется зрелая биопленка, имеющая сложную трехмерную структуру. Она может изменять свой размер и форму. На данном слайде вы видите образование биопленок, которые мы демонстрируем вам. И эти биопленки были зарегистрированы нами на кафедре микробиологии доцентом кафедры Колосковой Екатериной Александровной. Как же происходит взаимосвязь микроорганизмов в биопленке? Это так называемый кворум сенсис. Специализированные вещества, называемые аутоиндукторами, способны экскретироваться клетками и накапливаться в среде во время роста клеточной популяции. Роль месседжеров-аутоиндукторов у граммотрицательных бактерий выполняют N-ацетил-гомосерин-лактоны. То есть это месседжеры между граммотрицательными бактериями. А у грамм положительных бактерий это олигопептиды. Месседжеры, также называемые аутоиндукторами второго типа, ответственны за передачу сигнала между грамм положительными и грамм отрицательными микроорганизмами. Чаще всего они представлены гомологами форанозил-барат-диэфира. Таким образом, микроорганизмы в биопленках создают определенные проблемы для врача. В чем заключается отрицательная сторона такого коллективного реагирования микроорганизмов в биопленке? Ну, во-первых, сообществом очень трудно управлять извне. Мы достаточно часто сейчас встречаемся с заболеваниями полимикробного происхождения, которые достаточно сложно поддаются лечению. Второе, это трудность коррекции дисбиоза с помощью пробиотиков. То есть, микроорганизмы в биопленке создают так называемый коллективный иммунитет биопленки. И пробиотики не имеют этого пароля для входа вовнутрь биопленки. И поэтому пребывают только на поверхности. Отсюда существует новая наука по изучению микроорганизмов биопленки. Это парацетология биопленки. Обратите внимание, здесь на слайде вам представлены биотопы, заселенные микроорганизмами. Это кожа, дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт и мочеполовой тракт. Свободны же от микробов кровь, лимфа, синавиальная жидкость, спинномозговая жидкость, внутренние органы, плевральная полость. Хотела бы обратить ваше внимание на то, что выделение микробов из стерильных компарментов, которые я перечислила, играет важное диагностическое значение. Давайте немного поговорим о микробиоте каждой области тела человека. Первое – это ротовая полость. Здесь вы видите краткую характеристику ротовой полости с позиции микробиологии. Я бы хотела остановиться на понятии биологический термостат. Что мы вкладываем в это понятие? Ротовую полость называют биологическим термостатом, потому что здесь находятся питательные вещества. Здесь повышенная влажность, оптимальная температура, реакция среды близкая к нейтральной. И существуют особенности архитектоники ротовой полости. Это межзубные промежутки, десневые карманы и складки, где могут задерживаться микроорганизмы. На данном слайде вам представлены микроорганизмы, встречающиеся в ротовой полости. Как видите, это достаточно обширный видовой состав микроорганизмов. Дыхательные пути. Для нормальной микробиоты верхних дыхательных путей характерно почти полное отсутствие микроорганизмов из внешней среды, так как большая часть их задерживается в полости носа, где погибает через некоторое время. Верхние отделы дыхательных путей несут высокую микробную нагрузку. Они анатомически приспособлены для осаждения бактерий из вдыхаемого воздуха. Собственная микрофора носа представлена коленобактериями, нейсериями, коглазо-отрицательными стафилококками, негемолитическими, альфагемолитическими стриптококками, лактобактериями. А в качестве транзиторных микроорганизмов, то есть временных микроорганизмов, мы можем видеть золотистый стафилококок, кишечную палочку, пептококки, пневмококки, бета-гемолитические стриптококки. Остановимся на мочеполовом тракте. Здесь также вам представлена краткая характеристика микробиоты мочеполового тракта. В свою очередь я бы хотела остановиться на микрофоре влагалища. В микробиоцинозе влагалища встречаются бифидобактерии, бактероиды, энтерококки, стафилококки, стриптококки, энтеробактерии. В связи с особенностями анатомического строения, женщины более подвержены инфекциям мочеполовой системы, чем мужчины. Положительным является тот факт, что благодаря нескольким гигиеническим правилам или прицельному использованию пробиотиков, направленных на восстановление влагалищной микробиоты, можно предупредить развитие или появление рецидива таких заболеваний, как цистит, вагиноз, инфекции, передающиеся половым путем. Лактобацилы обеспечивают здоровое состояние, противодействие патогенным микроорганизмам. Недостаток же лактобацил ассоциируется с рядом гинекологических расстройств, таких как преждевременные роды, бесплодие, инфекции, передающиеся половым путем, а также воспалительные заболевания таза. На данном слайде вам представлена краткая характеристика кожи человека. Достаточно интересный факт, что у взрослых людей общая площадь кожи составляет от 1,5 до 2 квадратных метров. Зоны колонизации кожи – это эпидермис, роговой слой кожи, кожные железы, верхние отделы волосяных фолликулов. Интересен факт, что на 1 квадратный сантиметр кожи приходится до 80 тысяч микроорганизмов, а в зонах с повышенной влажностью, таких как паховая область, подмышечные впадины, достаточно большое количество микробов. То есть их количество увеличивается в несколько раз. Микроорганизмами заселено примерно 2 квадратных метра кожи. И состав микроорганизмов зависит от нескольких факторов. Это и PH, и температура, и профессия человека, и пол, и возраст, и диета, и влажность. Кожа обладает высокой обновляемостью клеток, поскольку она постоянно противостоит воздействию внешних факторов. Кислая PH относится к основным факторам, которые делают кожу непривлекательной для бактерий. Обычно температура кожи несколько ниже нормальной температуры тела. Поверхность ее слабокислая и преимущественно сухая. В то время как для большинства бактерий оптимальна для размножения нейтральная PH, температура 33 градусов и высокая влажность. В целом кожная антимикробная защита включает механическую ригидность рогового слоя эпидермиса, сниженное содержание влаги, липиды рогового слоя, лизоцин. Тот факт, что нормальная PH поверхности кожи играет благоприятную роль в отношении местного иммунитета, на сегодня считается неоспоримым. На данном слайде вам представлены микроорганизмы, которые входят в собственную группу микробиоты тела человека и микроорганизмы транзиторной микробиоты тела человека. Краткая характеристика микробиоты желудочно-кишечного тракта вам представлена на данном слайде. Интересен факт, что микробиота пищевода соответствует составу микробиота ротовой полости и зависит от характера пищи. А вот микробиота желудка скутая, скудная, мы даже желудок называем стерильной камерой. И это понятно. Здесь достаточно малое количество микроорганизмов за счет соляной кислоты. Присутствуют лактобацилы, единичные коки, известный вам хеликобактер, который встречается при гастрите и язвенной болезни желудка. Микробиота кишечника. Здесь мы выделяем два типа микробиота. Это мукозная и просветная. Основная разница между мукозной и просветной микробиотой в том, что мукозная соприкасается со слизистой кишечника, а просветная нет. На схеме, которая вам представлена, вы видите количество микроорганизмов, мукозной и просветной микробиоты в разных отделах пищеварительного тракта. И вы видите, что количество микроорганизмов, мукозной и просветной микробиоты в разных отделах пищеварительного тракта различно. Но вы видите, что наибольшее количество микроорганизмов приходится на полость рта и кишечник. Какую же функцию микробиота выполняют микроорганизмы в кишечнике? Это и защитная, и пищеварительная, и детоксикационная, антиканцерогенная, синтетическая, генетическая. А также микробиоты играют роль в регуляции обмена холестерина и оксалатов. На данном слайде вам представлены микробиота, ее процентный и качественный состав в зависимости от локализации. Это тонкий и толстый кишечник. Существуют такие понятия, как эубиоз и дисбиоз. Если эубиоз – это динамическое равновесие нормобиота организма человека, то дисбиоз – это нарушение качественного и количественного состава. Существуют классификации дисбиоза по этиологии, по локализации и по степени поражения. По этиологии мы с вами различаем грибковый, стафилококковый и протейный дисбиоз. По локализации это может быть дисбиоз полости рта, кишечника и влагалища. А по степени поражения мы с вами видим, первая степень – это когда происходит снижение количества лакто- и бифидобактерий на 1-2 порядка. Вторая степень – это снижение количества кишечной палочки с нормальной ферментативной активностью и увеличением лактозонегативной кишечной палочки. И третья степень – это появление условно-патогенных микроорганизмов в ассоциациях с другими микроорганизмами. Каковы же у нас могут быть причины дисбиоза? Это и хронические заболевания, и длительный нерациональный прием антибиотиков и гормональных препаратов. Это снижение иммунной системы, вызванное, например, облучением или приемом иммунодепрессантов. Это искусственное оскармливание, гипо- и авитаминозы, резкое изменение диеты, нерациональное питание, а также стресс. Как же мы проводим с вами диагностику дисбиоза? Существует два основных направления диагностики дисбиотического состояния. Это определение качественного и количественного состава биотопа. И второе – это определение маркеров дисбиоза, то есть метаболитов микроорганизмов, которые в норме не образуются. Основным методом диагностики первого направления является бактериологический метод. А основным методом диагностики второго направления является биохимический метод. Какие же существуют подходы к лечению такого состояния, как дисбиоз? Это прежде всего отмена антибиотиков. Конечно, по возможности вы должны будете смотреть на состояние вашего пациента. Это десенсибилизация организма, витаминотерапия, это селективная деконтаминация, то есть это применение бактериофагов направленного действия. Это иммунокоррекция, а также назначение таких препаратов, как пробиотики, пребиотики, симбиотики. И функциональное питание – это применение эубиотиков. Пробиотики – это живые микроорганизмы и вещества микробного происхождения, оказывающие при естественном способе введения позитивные эффекты на физиологические, биохимические и иммунные реакции организма хозяина через стабилизацию и оптимизацию функций его нормобиоты. Пребиотики – это препараты немикробного происхождения, способные оказывать позитивный эффект на организм хозяина путем селективной стимуляции роста и усиления метаболической активности нормобиоты. Симбиотики – препараты, полученные в результате рациональной комбинации пре- и пробиотиков. Они имеют двойной эффект. И эубиотики, или функциональное питание – это систематическое использование продуктов естественного происхождения, таких как пищевые волокна, бифидобактерии, олигосахариды, которые оказывают регулирующее влияние на функции определенных органов, систем и организма в целом. На данной лекции я бы хотела остановиться на некоторых вопросах санитарной микробиологии. Санитарная микробиология изучает микробиоту окружающей среды с позиции ее влияния на здоровье человека. Проводимые ею исследования позволяют эпидемиологам и гигиенистам оценить опасность воды, воздуха, почвы, предметов обихода и т.д. как вероятных факторов передачи возбудителей заболеваний, определить уровни микробиологического загрязнения объектов строго регламентируемыми правовыми актами. Сегодня мы с вами рассмотрим почву, воду и воздух. В качестве критериев мы рассматриваем санитарные микроорганизмы и санитарные показатели. Первое, что мы рассматриваем – это почва. Как я сказала, мы рассматриваем два показателя – это санитарно-показательные микроорганизмы и санитарные показатели. Санитарными микроорганизмами почвы являются кишечная палочка, обнаружение свидетельствует о свежем фекальном загрязнении. Это Streptococcus fecalis, обнаружение этого микроорганизма свидетельствует о недавнем фекальном загрязнении. Но обнаружение Clostridium perfringens свидетельствует о давнем фекальном загрязнении. Санитарными показателями почвы является общее микробное число сопрофитных, термофильных и нитрифицирующих бактерий в одном грамме почвы. Perfrigens titer – это наименьшая масса почвы в граммах, в которой обнаруживается хотя бы одна особь Clostridium perfringens. И коли-индекс – это количество бактерий группы кишечной палочки, обнаруженных в одном грамме почвы. Вода. Санитарный микроорганизм воды – это кишечная палочка. Санитарными же показателями является это общее микробное число, то есть количество мезофильных бактерий в одном миллилитре воды. Это коли-титр – наименьший объем воды, в котором обнаруживается хотя бы одна особь бактерий группы кишечной палочки. И коли-индекс – количество бактерий группы кишечной палочки в одном литре воды. И последнее – это воздух. Санитарными микроорганизмами воздуха являются золотисты, стафилококк и гемолитические стрептококи. А санитарным показателем – общее микробное число – это количество бактерий в пересчете на 1 кубический метр воздуха и индекс санитарно-показательных бактерий – количество бактерий в пересчете на 1 кубический метр воздуха именно условно-патогенных микроорганизмов. На этом мы с вами лекцию заканчиваем. Спасибо большое за внимание и до следующей встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok